Луиза Волкова несколько месяцев работала массажистом в Центре медицинской косметологии олицетворения. За последние два месяца ей не выплатили зарплату. Вам платили тысячу рублей за смену, да? Да. Первое. И не выплатили вам за ноябрь 14 дней, за декабрь 12 дней, да? Да. На суде в качестве свидетелей выступили другие пострадавшие работники олицетворения, в том числе один из бывших руководителей. Мы снимали ее в прошлом году. Тогда на Центр косметических услуг массово жаловались клиенты. В салоне путем каких-то манипуляций с клиентами заключались кредитные договоры на крупные суммы. Обещая быстрый результат, входили в доверие к клиентам. Те подписывали бумаги. О том, что произошло, понимали только на следующий день. Как оказалось, здесь пользовались доверием принимаемых на работу людей. С ними не заключали договор, а просто обещали все на словах. Пострадала не только Луиза Волкова. Без зарплаты остались многие сотрудники. После закрытия Центра медицинских услуг в суд подала только она. После недолгого рассмотрения суд частично удовлетворил иск. Женщине должны возместить моральный ущерб – 10 тысяч рублей и выплатить долг по зарплате – 26 тысяч. Справедливость восторжествовала. Теперь осталось еще удержать эти деньги с олицетворения. Как-то выбить. Судя по всему, в этот теперь уже закрытый Центр красоты не раз приходили обманутые клиенты. Для них специально написали – просьба дверь не дергать. А из слов, что Центр красоты временно не работает, можно сделать вывод, что нас ждет продолжение истории. Абмазка Шефрин, Атхарасов, Новости НТР. Субтитры создавал DimaTorzok